Лето – прекрасное время года. На улице солнечно и зелено. Все вокруг цветет, пахнет и благоухает. Но возле некоторых щелковских домов особенно красиво. А все потому, что неравнодушные жители решили облагородить ничем не примечательную до этого дворовую территорию. Собственными силами граждане организовали на участках палисадники. Клумбы привлекают к себе внимание, и прохожие то и дело останавливаются, чтобы на них полюбоваться. Возле дома номер 4 на площади Ленина одна из жительниц ежедневно следит за своим маленьким садом. Некоторые цветы она поместила в горшки, декорированные самыми обыкновенными пуговицами. Получилось просто и со вкусом. А почему именно пуговицы? А знаете, вы-то сидели дома-то. Делать нечего. На Сиреневой улице жительница дома номер 4 Галина Васильевна следит за растениями не одна. Ей помогает соседка Татьяна. Женщины много времени проводят, ухаживая за клумбами. По словам Галины, для нее это приятные хлопоты, и она совмещает приятное с полезным. Палисадник пестрит самыми разнообразными сортами цветов. Всего их здесь около 20. Гортензия вот эта белая, там даже вот розовые, ландыши, настурция, остильба, хосты, монарда, вот красные вот эти, флоксы, потом золотые шары, ромашки цветные. А вот дворик возле дома номер 8 на Талсинской улице довольно известен. Дружная семейная пара с 14 этажа более 20 лет выращивает на участке не только цветы, но и небольшие деревья. Здесь можно увидеть карликовые березы, ели и кусты с розами. Жители признаются, они стараются исключительно для того, чтобы вокруг было как можно больше прекрасного. Нас радует то, что мы доставляем радость людям. И хотим, чтобы люди усвоили только одно, что красота, а это мгновение. И надо радоваться тому, что есть. И учить детей на том, что сорванный цветок, он плачет, сорванная ветка, она плачет. В Щелково немало дворов, в которых жители постарались украсить территорию, посадив там цветы. Граждане пытаются сделать свои дворы более уютными и привлекательными. И у них это отлично получается.